Здарова, братва! У меня для вас бомбические новости! Продакшн «Наше дело» расширяется, и теперь наше дело — это не только бои, но и новые дерзкие проекты, один из которых вы сейчас увидите. Это, мать его, самое гангстерское шоу на этой грёбанной планете. Чипы, дядя, спешат на помощь. Чипинкос и дядя Джей Ай! Шамаль, в студию! Ты к хаслу не имеешь никакого отношения. Полное говно. Поэтому, ёбаный, в рот два выстрела. Нахуя ты лез в мусорный бар? Бля, одно могу сказать, стиль хуйня, вот и всё. Того рот топтал, если мы там окажемся вот в этой футболке, хуй кто-то оценивает. Кто может, это может тебя отпиздят. Там разные слова друг друга нахуй у него посылали, вот. Пиздет, коммунсия у меня началась, что ты делаешь? Желаю вам дожить до второго раунда, суки! Вся команда нашего дела очень старалась делать то, чего в России ещё не было. Сегодня мы выкладываем пилотный выпуск, и нам очень важно ваше мнение. Чем больше лайков и комментариев наберёт это видео, тем больше шансов, что мы снимем целый сезон. Сегодня ваши лайки и комментарии нам важны и нужны, как никогда. Приятного просмотра, всех обнял! Есть честно, всё хуйня! Здорово, братва, меня зовут Фил, и вы смотрите Самое, мать его, гэнгстерское шоу на этой долбанной планете. И в нашей студии сейчас находятся две легенды этого гэнгста направления. Чиппинкос и дядя Джей Ай! И зачем же мы здесь собрались, ребятки? Мы сегодня из трёх говно-рэперов, вообще лохо-рэперов. Мы из них сделаем нормальных трёх ссыка-геймсеров, настоящих с помощью наших больших экспертов этого гэнгщи-дела, матью. Ну и под сетей вашей овации мы готовы приветствовать первого участника, Егор под никнеймом Янг Срамер, город Москва. Тише! Давай, бойцы, бойцы! Тише, тише! Какого хрена ты срамер? Янг Срамер, да? Сука, ты гениальный, блядь! И я просто не могу так. Ребят, давайте, ладно. Как вам человеками на вот просто? Ну, никнейм очень странный, вот. За никнейм, короче, минус один карма сразу, вот. Потому что я ещё не слышал таких, блядь, безумных никнеймов, блядь, в твоей жизни. В рэп-мире, блядь. Да, просто такой один вопрос. Ты готов поменять никнейм вообще-то, раз? Нет. Не готов? Не готов. То есть ты будешь всегда с этим? Со срамером, да. И ты не боишься, что будут ассоцировать постоянно? Ну, многие так говорили, что это будет какое-то препятствие на моём пути. Мне без разницы. Ну, давай посмотрим, на что ты способен. Твой лайфстайл? Мой лайфстайл, конечно. То, что я просто буду хаслить. А что такое хасл, ты знаешь? Хасл, конечно. Что такое? Ну, бро, это то же самое, что двигаться. Ну, дви... Да не-не-не, как нет? Вот так нет. Ну, почему нет? Ну, что значит двигаться, блядь? Ну, двигаться я не буду там остальные аспекты рассказывать. А ты будь, дави, давай, чё ты! На гэнкстер-шоу. Мы тут слово хуя уже даже сказали, давай. Ну, двигаться, нет, просто нелегально двигаться, зарабатывать себе на жизнь. Я понимаю... Ну, так это... Фил, братан, пока смотрится ярко. Мне нравится. Я тебе серьёзно. Пока ярко смотрится. Я уже победил, я считаю. Ну, не ярко смотрится, просто... Экстравагантно. Просто смотрится. Просто? Бро, вообще непросто. Погнали дальше. Встречаем следующего участника. Лепреконт, город Москва. 20 годочков диджи-шоу. Эй, 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 эй! Эй! Йо-йо-йо-йоу! Покумил! Всем здравствуйте. Так, Лепрекон, добрых вечеров. Ну, я не знаю. Почему ты, Лепрекон? Лепрекон — это маленький ирландский зелёный эльф, который приносит... Почему ты, Лепрекон? Он приносит удачу и любит деньги. И я вот точно такой же. Я людям приношу удачи и безумно люблю деньги. Парни, спасайте. Мне очень понравилось, что он очень рад, что попал на наше шоу, судя по его выходу сюда. А так, посмотрим, что он умеет. Какой фристайл он нам забабацает сегодня. Посмотрим. Ну, думаю, здесь... Ты хочешь что-то добавить, дядь? Ну, залетел, залетел так, интересно, да. Но переиграл, конечно, пока нечего добавить. В каком стиле ты читаешь рэп? Новый стиль — комедий-рэп. Комедий-рэп. Хорошо, хорошо. Есть такой стиль? Есть, да? Да, есть такой стиль. Эминем тому свидетель. Следующего участника давайте мы попросим сюда. Виталик Шамаль в студию! Яв. Ну, здравствуй, Шмаль. Приветствую. С утра не виделись. Так. Слушай, ты в натуре прям собака на бандероле и на самолете. На собаках пригнал сюда. Да. Ради этого шоу. Да. Чтобы попасть сюда. Чтобы увлекаться. Дядя Джей и Чемпинкос. Парни, не респект ли? Респект. Респект, однозначно. Респект. Вот, не, серьезно. За то, что прилетел. Да. Такой дали сюда. Только за это риск. Этот Апсирамер сказал, что... А, извини. Апсирамер сказал, что... Апсирамер нормально, брат. Я хер знает, я вам покажу. Тут туда-сюда. Лепрекон что-то поляпал. Вот. Шмаль нормально сказал. Приехал к дяде Джей и Чемпинкосу. Респект. Молодец. Ау! Шоу-ма, шоу-ма, шоу-ма. Я еще хотел вопрос задать. В каком стиле ты делаешь рэп? Тоже вот. Андеграунд. Такого стиля нет. Не существует такого стиля. Ладно. Парни, вот смотрите. Вы сейчас смотрите на вот этих вот замечательных ребят. Из которых на самом деле надо сделать три, ну, прям, гэнгстер-рэпера. Как думаете, вы потянете данную задачу, вот, смотря на них? Ну, смотри. Можно я еще тебе задам вопрос? А в каком ты направлении стелешь? Трэп. Трэп. Трэп, трэп, да. Трэп. Ну, трэп, андеграунд трэп и комедий рэп. Очень сложно будет. Очень сложно. А мы объявляем первый раунд. И правила этого первого раунда нам расскажет наша большая мамочка, мать его мамасита. Здорово, сукины дети. Правила первого раунда. Три беложопых рэпера будут по очереди показывать свои заготовленные клипы нашим легендарным гэнгстер-экспертам. По итогу наши снежки могут набрать до трех баллов, сука. Баллы выставляете с помощью выстрелов. Ну что ж, желаю вам дожить до второго раунда, суки. И первым мы посмотрим клип Эмси Янг с Рамера. Пля, запомни. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погнали сразу парни. Ну если честно, полное говно. Но вначале мне понравились титры и трясущая камера вот это. Окей, дядя Джей, а что вы сказали по данной работе? Дерьмище, 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 однозначно. Дерьмище, дерьмище еще, блядь, мало сказано. Но, но, единственное, я хочу, конечно, выделить, сам припев хорош. Сам припев хорош. Другое дело, но это другое дело, другое дело, что этот припев абсолютно не соответствует, соответственно, его реальности. Ни хуя ты не хаслишь, ты к хаслу не имеешь никакого отношения, ты даже знать не знаешь, что такое хасл. Ладно. Сколько тебе потребовалось, чтобы снять вот этот клип? Вот этот клип? Да. Не знаю. Пол ночи. Стоп, там, блядь, дело происходит днем. Ну, утро. Не важно. Блядь. Один единственный вопрос. Нахуя ты лез в мусорный бак? Вот объясни. Да просто, ну, просто. И это... Показалось, это прикольно. Ты там хаслишь, то есть? Нет, показалось, это прикольно для кадра именно. Это слово я имею право использовать, но ты нет. Но какой-то... Эй, 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 эй. Но зритель посмотрит, что какой-то срамер в мусорке копается с бутылками, выходит, говорит, я хаслю. Потом повернется, скажет, так дядя тоже говорит, что он хаслит. Поэтому ты не имеешь права это слово говорить. И кому верить? Да, тебе или ему? Поэтому. Поэтому. Загнал людей в дилемму. Просто. Так, ну ты услышал, да? Да, да, объективное мнение. Хорошо. Ну, а мы... В ахуе. Ну, а мы, короче, готовы посмотреть следующую работу, следующий клип. Лепрекон. И вот, Лепрекон. АПЛОДИСМЕНТЫ Если ты жертва, то я маньяк. Если ты книга, я дурак. Над облаками парим мы с тобою в горном тандеме, как супергерои. Новая книга, но не глава. Где-то свернули мы не туда. Что будет завтра, я не знаю. Дай подсказку, и я угадаю. Садись же, родная, мне на колени. И я прочитаю тебе, колыбельную. Твой костер потушить нельзя. Ты съела пешку, а я ферзя. Наша игра всего лишь на старте. Мы ведь сидели за одной партой. Город-страна, да пульс-континент. Будь ты врачом, и я пациент. Мы с тобой посмотрим, гарна. Если хочешь вплыть, будет видно. Я устрою тузу до утра. Это будет тоже туза. Так, ну, сразу давайте к экспертам. Да, он говорил, что делает комедий-рэп. Но глядя вот на этот клип, я понял, что здесь никакого комедий-рэпа нет. Это поп-рэп, лирикл-рэп максимум. Вот. Клип, в принципе, снят профессионально, очень хорошо. В принципе, нормально. Мне понравилось. Пойдем, да? Окей. Я не так... Я коротко выражусь. Вот серьезно. Убрать из этого ролика весь видеоряд вообще к черту. Оставить просто черную картинку и убрать его из трека. Я серьезно, серьезно, вот серьезно. Убрать его из трека. Трек-хит. Вот, вот, вот. Все, что я могу сказать. Экспертное мнение. Короткий вопрос и короткий ответ, чтобы мозги не ебать. Зачем? То есть цель твоего участия на данном проекте. Вот что ты хочешь добиться здесь? Я пришел увидеть дядю Чипинкоса. Все, увидел, пиздуй. Ты же сказал, прижалуй. Мы готовы посмотреть третьего участника. Шмаль. На экран. Да, пацаны, это гаубицы. Я отвечаю, это гаубицы в Афу. Я не люблю. Витя Раская возвращается с пакетом шмаля. Недавно Витю мусора на хипиши прижали. Не впаяли срок, ведь рэпчик почитают. Маленькие телки от альбома шмали в депрессию впадают. Все братья кикатали, где жаскай пропадает. А Витя жесткий в тачке плюхи нажигает. Пропитан дымом Дивитос. Он у нас противный. И стоит, а чело летит, речитатив ненормативный. Вчера был на подтосе, хопал с банки вдохновения. Один хуй ганжа расширяет пацана мышление. Витя не пропал, вернулся с новым треком. Фукстар ему заплатит миллионным чеком. Шмаль, шмаль, нажигай. Что творить, а? Это было хрен с ним, необычно, да. Ты, наверное, пытался казаться быть гэнгстой, да? Нет. Хоть как-то, чуть-чуть. Нет. Ты есть. Нет, я даже не старался. А это ты еще не старался. Да. Угроза, парни. Это угроза. Ну, слушайте, что вы можете сказать по данной работе? Слушай, ну, это клипом, извини меня, сложно назвать. Ну, вообще, пиздец. Это самый худший клип на этом проекте, блядь. Вот, на этом шоу, которое я видел. Качество музыки, качество вот этого записанного материала, вообще полное дерьмище, блядь, это... Ключи фото, ты нас не уважаешь. Как можно было так подготовиться с таким материалом? Я поэтому тебя и спросил. Ты нахрена такого формата материал отдаешь? Ты хотя бы, ладно, в квартире записал, но хотя бы вторую локацию взял бы кухню. А третью локацию в туалете, там, в эту, в эту, в эту, в эту, в эту, в эту, в эту бы дурь, хотя бы. В конце родители пришли, пенька бы дали, вылетел бы из окна. Тогда был бы сценарий, мы бы похлопали. А так, высказался, все? Но, я хочу еще последний сказать, чтобы мы не говорили, да, клип говно, музыка говно, но это андеграунд трэп. Слушай, вопрос такой, ну, парни высказались, хорошо. А мне вот интересно, че шмаль-то? Шмаляю. Ты стреляешь. Шмаляешь в плане стреляешь. Из чего, почему? Шмаляю. Типа курю. Ну, в переносном смысле, типа, ебашу строчками. То есть, ты, коверк, ты, у тебя свой, ну, разговорный язык. Для тебя слово шмалять одно, для всего остального мира другое. Я так понимаю? Не обязательно разные значения есть. Два значения у этого слова? Какое из них у тебя? Второе. Которое я озвучил. Что ты стреляешь. Такого значения нет. Не шмаляю. А, ну тогда оно зависит. Значит, с этой секунды ты не шмаль. У меня есть еще ники. Какой? Вот, это уже интересно обсудить. Жесткай. Жесткай? Жесткай. Жесткай? Да. А что это означает? Ну, типа, жесткий. И скай, типа, небо. Жесткое небо? Нет. Типа, на английский манер скай пишется. Я знаю, как пишется скай на английском. Хорошо. Но ты сказал, жесткий и небо. То есть, жесткое небо. Нет. А что, жесткий небо так и есть? Жесткай. Чтобы не было жесткий, а просто жесткай. Так в чем смысл? Никнейм с чем-то же определен, жесткай. Нет. Нет, бессмысленно. Просто балды придумал. Ну, все понятно. Ну, что ж, народ, у нас время пострелять, поголосовать, оценить эти работы, которые мы сейчас пересмотрели. Кто у нас там был первый? Срамер, да? Сколько по вашему выстрелив? От нуля до трех выстрелов могут получить наши исполнители от экспертов. Погнали. Я хочу честно сказать, да, на фоне остальных я вынужден просто дать, один раз выстрелить за срамера. Один от дяди Джи Ай срамеру. Чипенкос. Ну, максимум один выстрел. Также один от Чипенкоса срамеру. Дальше едем. Лепрекон. Оцениваем ваше видео. Чипенкос. За его выход, за его вот материал качественный, я скажу, который он снял, ему два выстрела. Двушечка. Двушечка от Чипенкоса. Не хайпу, ты на кинде ее сделал. Дядя Джи Ай. Я, я, к сожалению, нет, я не потрачу на тебя путь. Тогда получаем ноль от дяди Джи Ай, ноль лепрекона. Едем дальше. Шмаль со своим легендарным клипом. Парни. Мне, честно, работа не понравилась, не понравилось. Качество вообще ничего не понравилось. Я даю один выстрел. Один от Чипенкоса легендарному Шмалянгеру. Я одну пулю подарю. Ради того, что он, когда пришел, сказал из уважения к дяде Чипенкосу, я участвую в этом прайоне. Я у ребятки, а у нас начинается второй раунд. И для чего данный шмот здесь, нам объяснит большая мамочка, А.К.А. Мамаситта. Правило второго раунда. Чтобы быть настоящим гэнгста, нужно выглядеть, как настоящий гэнгста, сука. У тебя есть ровно 30 секунд выбрать себе шмот и из домашнего белого мальчика превратиться в уличного ублюдка. Хамбаг. Итак, отсчет. Погнали. Три, два, один, врываем. Ну и мы встречаем первого нашего участника, Крамер Гичаэс Хир. Ой, ой, ой. Ребят, экспертное мнение по поводу лука, по поводу выбранного шмота. Такое ощущение, как будто вообще нихуя ничего не поменялось. Он там переодевался, хуй пойми, сколько, блядь. В итоге, блядь, переодевался, как обычно. Какой страной. Извини, братан. Вообще, ну просто никакой разницы. Как думать, куда мог бы он вообще сходить в таком виде или что-то? Ну-ка, приподнимись, приподнимись. Да, да, приподнимись. Ну-ка, вертонись. Куда он мог пойти? В институт и обратно, все, больше никуда. Абсолютно верно, мне нравится. Плюс это то, что цепочку, которую он взял. Я не понимаю, как ты эту цепочку взял, но эта цепочка прямо гэнгста-стайл, да. Бля, одно могу сказать, стиль хуйня, вот и все. Стиль полная хуйня. Оценка экспертного мнения жюри. Ну погнали, мы встречаем следующего участника. Вторым номером к нам сюда спускается на гэнгста-суд. Леприкон! Ну здесь тот же стайл, сразу. Даже не буду комментировать, сразу, ребят, вот ваше мнение. Черный бомбер, ништяк, но даже одев это, даже одев это. Встань. Ну, братан, я не знаю, ему не идет, не знаю, он похож на Винни-Пуха. Да, 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 однозначно. Стоп, вот он. Ну что ты делаешь? Ну я просто разминаюсь, смотрю. Нахуй ты разминаешься, дай объяснение, какого ходят именно эти шмотки выборы. Черный, белый. У меня оранжевые кроссы, это надежда на то, что всегда будет солнышко когда-то. У тебя был шанс. Красавчик, диджей. Ладно, я думаю, хватит. Дали мы тебе немного времени. Встречаем третьего участника. Шмаль в студии. Что ты руки разводишь? Вот так, типа, смотри, смотри. Пиздец. Я, я, я серьезно, я вахуй, вот честное слово, почему на вас, на всех, вот реально, это, это, на вас смотрится это как, блядь, ну просто половая тряпка какая-то. Я хуй его знает, хотя пиздатая футболка. Фил, что скажешь? Нет, я могу сказать, что футболка мне нравится. Одень эту футболку сейчас, чипенкос, блядь, охуенно будет смотреться. Ты сравнил, блядь. Я вахуй, про брюки я молчу, это полный пиздец. У вас у всех, у троих, брюки, как хуя, я, я. Ну вот, теперь он похож на Джастина Бибера. Ну, я хуй знаю, на кого он похож. Слушай, а в Абакане, вот, ты, ты бы ходил так дома? Ну, по дому можно, наверное. По дому? Только по дому. А че это, ты бы так не пошел? Не. А почему? Отпиздит. Вот за это? Да. За это? Да. Того рот топтал, если мы там окажемся вот в этой футболке. Хуй кто-то оценивает. Кто может, это может тебя отпиздят. Но ты сейчас хуйню несешь. Нет, если он так выйдет, его, конечно, отпиздят. Его, да, его отпиздят. Но тебе вопрос задали, если на улице в таком виде появишься. Ай! Это вот хуйню несешь, понимаешь? Если ты, у тебя в голове, я не знаю, опилки или что. Просто такие вещи в иной раз не говори. Потому что еще раз говорю. Вы что-то меня злите сегодня. Очень плохая партия рэперов. Вы очень меня злите. Я не знаю, говно, короче. Все, я сказал, говно, а педали вообще пиздец у тебя. Поверни кепку наперед. Может, так лучше будет? Нет, так он вообще похож на Бритни Спирс. Серьезно. Ужасно. Экспертное мнение, чувак. Экспертное мнение. Присаживайся, присаживайся, присаживайся. Наши эксперты высказались по поводу выбранных луков. Давайте, наверное, мы перейдем к части, когда время у нас в натуре пошмалять. Раздать оценочки. Погнали. Начнем прям с первого, наверное. Янгс Раммер. Чипенкос. От нуля до трех выстрелов. Все как обычно. За цепь плюс. За футболку плюс. Вот. Остальное все дерьмо. Все на утилизацию. Так что один выстрел. Один выстрел дает Чипенкос. Дядя Джиай. Тот же вопрос. Это его стиль. Ему хотя бы идет. Понимаешь? Вот. Хорошо, что он не поменялся. Да, не поменялся. Хорошо, что он не одел что-то другое. Поэтому я вынужден дать два выстрела. Два. Два выстрела дает дядя Джиай. Так, мы переходим к следующему. Лепрекон. То, что он надел, ну, по моему мнению, вообще ничего не срастается вообще. Это выглядит очень плохо. Но за его вот этот черный свитшот это может быть. И за его цепочку. Просто я это очень люблю. Поэтому один выстрел. Один. От Чипенкоса. Дядя Джиай в ту же сторону. Коротко и ясно. Нечего добавить. За верх однозначно. Один выстрел. Один также от дяди Джиай. Двигаемся к последнему участнику. Шмаль. Осуждаем также его лук. Подождите. Вот тут нормально. Подождите. Все, ладно. Э. Все, что я хочу сказать, Шмале, да, он, когда там переоделся, говорит, меня так отпиздит. Да, вот. Мне это не понравилось. За это я бы вообще ему никакого бы выстрела бы не дал. Но так как он надел на себя футболку 17 НФЛ, это футболка американского футбола, за вот эту футболку, выстрел, мать его. Один. Один от Чипенкоса Шмалик. Шмалик летит. Дядя Джиай. Фил, если ты помнишь, я очень разозлился, когда он вот эту хуйню ляпнул по поводу того, что отпиздили бы, я не потрачу на него пулю. Ноль выстрелов. Не, ни в коем случае. Даже поддержу. Ноль выстрелов от дяди Джиай. Мнение немного. Разделились, как ты можешь навредить. Да ладно, не плакай, ты смотри. Я не плачу. Нормально все будет, не бзди. Как-то так. Ну и мы переходим к третьему раунду. Что нас ждет в третьем раунде, вам объяснит также наша Биг Мама под А.К.А. Мамасита. Внимание, сучьи ублюдки, это третий раунд. Протрите уши антисептиком и уберите маленьких детей от экрана, мать вашу, потому что эти мазафакеры сейчас будут фристайлить. Если после раунда кровь из моих ушей попадет на мои огромные черные сиськи, я найду и отстрелю каждую белую жопу в этом здании. Ну и первым у нас будет начинать открывать этот фристайл раунд тот, кто получил наименее количество очков за два раунда. А это у нас нами всеми любимая шмаль. Давай. Кто из вас хочет задать тему? Любую, абсолютно. Дрочка. 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 Ну, давай. Диджей, навали это говнище. А, е, дрочка для оздоровления помогает пацану. Пацану мне нужно лизать пизду. На хуя шалавы, если есть мой братан, который тоже дрочит и может мне помочь. Он красава. Все, на этом можно прекращать. Все, все, дай, дай. Фу-фу-фу. Ты сказал? Фу-фу-фу. Ты за что сказал? Что вы думаете по данному вот этому вот, это, сука, камин-аут? Это камин-аут? Как это назвать? Слушай, я задал тему, я отвечу на этот вопрос. Тема не раскрыта была, вот. Охуенно он раскрыл же тему. Как? Сказал мой друг, дрочит, и он мне поможет. Как еще раскрыть эту? Ну, хотя бы какие-то строчки про свою заданную тему я услышал. Вот, поэтому... Строчки, а дрочки? В принципе, неплохо для новичка, но за то, что такой короткий фристайл, это большой минус. Нужно было хотя бы минуту про дрочку зачитать и нормально. Вот так, вот. Оп, а теперь мы слушаем, наверное, дядя Джиа. Я думаю, я знаю, что ты скажешь, но скажи. Я уже не буду говорить. Я, если даже опустим вот этот момент по поводу друга и дрочки, то я хочу сказать, что там даже не было, ну, абсолютно читки, рэпа. Даже он не старался даже читать, понимаешь? Ну, с почином тебя, с дебютом. Класс, слушайте, чувак первый раз читал фристайл. Первый раз читал фристайл. Ну, давайте, наверное, будем делать какие-то микроскидочки. Погнали, лепрекон, давай в середину, дядя Джиа. Задай, задай тему. Фил, Фил, ну, пожалуйста. Фил, начинаешь вот этот. Я бы хотел свое место уступить тебе, чтобы ты задал тему ему. Я хочу задать тему скрамеру. Абасрамер без разницы. Абасрамеру, да. Потому что я думаю, что моя тема, она как раз подойдет под заключительный раунд. Поэтому, я думаю, если ты не против. Блин, я не то, что не против, я прям, ну, и погнали. А ты не улыбайся. Ой-ой-ой, как она тебе подходит. Ты еще и в одну рожу сюда сцека, прям, предательство друга. Заряжай бит, пас мазляшнее. Давай, вывози. Йоу-йоу-йоу, дайте шуму больше. Че, вы уселись? Ёпта-йопта. Давайте, вставайте. Йоу-йоу-йоу, бре. Сейчас бит надо дослушать до конца. Я предал друга, изменил ему с подругой. Чемпионат сидит, ты тоже изменял ему с подругой. Дядя, дядя, куда же ты лезешь? Мы же тоже ебались с подругой. Мы предали друга, как же это похоже на чудо. Друг, враг, друг, брат. Где же разница, не понимаю. Настя, Вика, помогите, я не знаю. Что мне делать, как мне быть? Как все это остановить? Йоу-йоу, бре, йоу-йоу. Дай, пожалуйста, дай, пожалуйста, богатый не наговорил греховных вещей. О, дядь. Это вообще, это не фристайл, там даже не было никакого смысла. Это Хамедирэп. Там разные слова друг друга нахуй у него посылали. Там вообще было не понять, что он хочет донести людям. Дядя, Джей, пожалуйста. У тебя неправильное представление понятия комедирэп. Ты как псих больной бегаешь, бе-бе-бе, хуй пойми, что подходишь вот так. Вот зачем ты так делал, когда читал? А быть нормальным неинтересно. Вот мрачный, у нас и так много проблем, кризис. Ты думаешь, ты сейчас людей прямо... Да. Я тебе... Два человека есть, кто вот выстрелит. Любой нормальный человек посмотрит твое выступление, после этого вот так вдруг в это... Ну это же весело. Я видишь, каким уже стал? Не могу, блядь, не могу слова сказать. Нет, это работает. Пиздец, коммульсия у меня началась. Что ты делаешь? Я вылечил человека. Ты не вылечил человека, ты меня... Ты стал улыбаться. Блядь, пиздец, я улыбаю. Это нервная улыбка, понимаешь? Это от нервов. Ну а мы едем дальше. У нас третий Эмси, которого мы прям ждали. Янгс Раммер. Сейчас разберемся, что кого. Я, я тебе. Я надеюсь, Чиппинг Кост меня поддержит. Я хочу, чтобы сейчас с Раммер зачитал на тему «Чипы дяди спешат на помощь». Давай. Давай. Дерзай. Диджей. Я. Чипы дядя. Я. Чипы дядя спешат. Я. Чипы дяди к нам спешат на помощь. Я. Но это нихуя не скорая помощь. Я. Они научат нас делать гэнгстерэп. Настоящий щит. Я. Похуй, сколько тебе лет. Я. Пацаны обосрали мне куплет. Я. Я. Надо раскрывать эту тему, а то я совсем... Я. Я совсем. Тема будет не раскрыта. И мне пиздец. Пацаны поставят мне мало выстрелов. Главное, чтобы мы не выстрелили в меня. Я. Не стреляется. Я. Я. Какая тема, я забыл. Я. Чип и дядя спешат на помощь вам, парень. Я. Ты же знаешь, это все не ради хайпа. Это все, что происходит на квартале. Я. Я. Чип и дядя. Чип и дядя. Я. Подпишись на канал, ведь это шоу разорвет. Я. Потому что два ведущих тут ебаные в рот. Это... Это легенды, блядь. Это легенды. Пошумим для них. Я думаю, все, закончить пора. А то нихуя не варит моя голова. Вот ну, 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 ну. Уже, эй, 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 эй. Уже хоть что-то, ребятки, хоть что-то уже. Парни, как вам? Я из этого фристайла много что не понял, да. Но это было еще приятно слушать. Да, да. На слух. Дядь? Блин, тему я задал, я считаю, конечно, пиздатую. Это было... Это очень пиздатая тема. На нее можно было, не глядя, умеешь ты делать или не умеешь делать фристайл. Здесь можно было раскидать. Тебе немножко трудно давались эти рифмы, но твой охуенный плюс в том, что ты сел на бит. Ты реально попадал в бит. Это круто. Это круто. Это круто, да. Вот тебе и срамер. Вот тебе и срамер. Да, и плюс, да. Да, я поддержу Чипенкоса. Он не сдался, в отличие от Шмали. Да. И поймал манч. И еще один аплодисмент. И вернулся. Да. Базара нет заслуженно. Все. Плюс ко всему сказанному, это хотя бы был фристайл. Да. Не тот дерьмищик, который показывает Версус, блядь, который люди, блядь, месяцами учат текст, выходят из стишки эти четыре. Там нет ни хуя фристайла, никакого батла, бля. Здесь хотя бы был какой-то батл. Поэтому респект. А что ж, у нас время пострелять, так сказать. Время поголосовать. Пойдем по порядку. Принцип тот же. От ноля до трех выстрелов. Идем прям вот как начинали. Первым был Шмаль. Заткнись. Эксперты, вперед. Вот, хоть и Шмаль совсем юн, но он что-то хотя бы смог здесь зачитать, вот, что мне вообще, ну, не зашло. Но так как прилетел сдалека к нам сюда, чтобы зачитать свой очень крутой фристайл, я даю один выстрел. Один выстрел. Один выстрел дает Чипенкос, дядя Джи Ай, тот же исполнитель. Ну, понятное дело, о технике, там, всем мне говорить смысла нет. Я просто, я увидел в его глазах, как он хочет что-то сделать, но, к сожалению, он не знает, что делать. Мне просто очень стало, как сказать, больно, как артисту за этот момент. Поэтому я поддержу и дам один выстрел. Один выстрел дает дядя Джи Ай. Лепрекон. Просто раздавал тут, разносил. Лепрекон, хоть и читал, да, но это была бессвязная какая-то больная, бля, хуйня, которую он здесь исполнял. Вот. Поэтому он недалеко ушел от первого фристайлера. Поэтому я один выстрел даю. Один выстрел дает Чипенкос нашему лепрекону, дядь. Я, ну, я знаю, что будет, но погнали. Я, я не дам выстрел, к сожалению, я не знаю, я не могу просто дать выстрел. Это было просто омерзительно ужасно, к сожалению. Я диджи Ай, даже жаль патроны для такого оставила. Да, да, я лучше эти патроны оставил для другого. То есть, как продемонстрировал нам лепрекон. Но на это все равно нам надо по аплодисментам дать. Ну и мы переходим к третьему нашему фристайлеру. Парни, как вам, Янг Срамер? Слушай, Фил, из всей вот этой фристайльной хуйни, которую я сегодня слушал, последний фристайлер, он из этой хуйни немного лучше хуйня, чем остальные. Слушайте, зато честно, зато как есть. Поэтому, ебаный в рот, два выстрела. Два! Два дает Чипенкос Янг Срамеру. Сейчас посмотрим, сколько поставит дядя Джи Ай. Я даю однозначно три выстрела. Три! Три от дяди Джи Ая получает Янг Срамер. Ял Пипл, у нас время подвести итоги за все три прошедших раунда. Шмаль у нас имеет всего, ну, пять. Пять бальчиков. Лепрекон суммарно имеет аналогично шмале. Пять баллов. Да, все три раунда. За три раунда. Шарап. И победителем данного гэнгста-шоу, самого охреневшего на этой мать его планете, становится набравший десять, мать его, баллов от гэнгста наших судей, Ян Срамер. Дайте ему шума. Мало того, что он победитель этого шоу сегодняшнего. Спасибо, парни. Он еще и получает сертификат настоящего гэнгстера от наших экспертов. Просто жюри. Ну, а мы с вами прощаемся. Это было шоу «Чип и дядя спешат на помощь». Увидимся с вами через неделю. Ждем новых жертв. Ба-ба-ба-баба-баба-баба-бабо-баба-бабака-баба-бабая-умф wack! Прог厚е свой раб. Чип и дядя фишат на помощь мэн! ФРАГ згśante на помощь мэн!